Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2578. Примирение между различными христианскими конфессиями идет гладко или с преодолением множества препятствий. Какие существуют трудности на пути к примирению? Отвечает Патриарх Алексей II. На мой взгляд, пока рано говорить о примирении, как о совершившемся факте. Во взаимоотношениях между христианскими конфессиями имеется ряд серьезных трудностей. И, к сожалению, количество их в последнее время не уменьшается, а наоборот увеличивается. Одной из главных проблем является так называемый прозелитизм, то есть активная миссионерская деятельность тех или иных конфессий на территориях, где исторически существует другая христианская церковь, в течение столетий влиявшая на формирование культур народов, населявших данные территории. Этим нарушается древнехристианский принцип, заложенный святым апостолом Павлом, который писал послание к Римляму, 15 глава, 20 стих. «Я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христова, дабы не созидать на чужом основании». «Ярким примером является Россия, которая, как и большинство других стран, Содружество независимых государств в начале 1990-х годов пережила небывалый наплыв иностранных проповедников, основавших религиозные общины, чуждые, а зачастую прямо враждебные православия. Презилитическая деятельность продолжается и по сей день. И сказать, что мы проповедуем одного и того же Христа, то есть делаем одно и то же дело, означает закрыть глаза на реально существующие различия, остаться равнодушным к культурно-историческому богатству нации и, более того, признать историю своего народа ошибочной и несостоятельной, мы решительно выступали и выступаем против такой, так сказать, евангелизации нашего якобы темного народа, обесценивающей и подрывающей авторитет дела христианского благовестия. Однако, много нерешенных вопросов остается не только в сфере миссии. Например, до сих пор не сложилась практика принятия и выполнения обязательств, которые бы одни церкви принимали на себя по отношению к другим церквам. Многое делается в одностороннем порядке, что свидетельствует о недостатке братской любви и воли к христианскому единству. Так, в последние десятилетия руководство некоторых западных конфессий подвергло сомнению самой основы христианской нравственности, предприняв шаги, которые являются явным нарушением библейских заповедей. Такое положение дел ставит под вопрос целесообразность дальнейшего диалога с этими христианскими сообществами. Примирение между христианскими конфессиями, диалог между ними – это чрезвычайно сложный и ответственный процесс для благоприятного хода, которого определенным сообществам необходимо многое пересмотреть и от каких-то вещей отказаться. «Наша церковь принципиально открыта к диалогу с другими христианскими церквами. Мы готовы разрешать все существующиеся межконфессиональные проблемы в духе взаимного уважения и христианской любви». Конец цитируемого. Отвечает Игнатий Лапкин. Секты и католики сеют не на чужом основании, а на пустыре тысячелетней давности. И нужно громко провозгласить эти слова патриарха Алексея Второго. Признать историю своего народа ошибочной и несостоятельной. Утвердительно. Россия не была евангелизирована, а потому и не может не быть полигоном для всех ересей и заблуждений, для колдовства и для всевозможного буйства грехов. Виноваты попы и патриарх более всего, что не следил за своими подопечными, а они устанавливают только свой культ башков». Иеремия, 22 глава, 24 стих. «Живу я, сказал Господь, если бы Ихония, сын Иакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя». Книга пророка Исаия, 5 глава, 8 стих. «Горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющий поле к полю, так что другим не остается места, как будто бы вы одни поселены на земле». «Горе. Горе. 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 Продолжение следует...